Итак, ну давай посмотрим на практике. Вот эти сразу предложения, читай сразу. Нет, они еще не пришли. Отлично. Еще ты употребила слово в переводе «молодец, большая». Это какое предложение? Отрицание или вопрос «что это?» Это отрицание. Поэтому ты употребила какой флажок? Ну, еще. Ну, yet, yet. Ты не употребила флажок already, а ты употребила флажок yet, потому что already в каких предложениях? Already в положительных. В положительных. А yet в каких? А yet в отрицательных или в отрицательных? А, замечательно. А нам какое попалось? А нам попалось отрицательное. Отрицательное. Вот все. Всего лишь навсего. Очень хорошо. Давай, так же хорошо. Следующее. Отрицательное. А. 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 Нет, я ему еще не сказала. Окей. Ап caperaton. А. 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 В конце. Ну, ты так долго думала. В конце предложения. А вот те, которые употребляются в положительных предложениях, видишь, где они стоят? Вот. Они стоят после вспомогательного глагола have и перед основным глаголом. Повторяй. После вспомогательного... Вспомогательного и перед основным. Вспомогательный он не переводится. Основной переводится. Он вспомогательный помогает правильное время построить. Ну вот. А already just... После вспомогательного перед основным. А yet где ставится в предложении? А yet ставится в... Ну, после... В конце предло... В конце предложения. Окей. Ну, давай. Сильвия. Сильвия. Сильвия has bought an address, but he hasn't bought me yet. Translate. Сильвия купила новое платье, но она ещё не на Сильвию. Nice. Very nice. Почему yet? Предложение какое? Потому что она отрицательная. Отрицательная. Где место в предложении yet? В конце. Отлично. Ну и почти-почти всё. Почти...